Музыка Насколько перспективно их используем непосредственно в самих карточках? Проксимити карты, скажем, первый простейший шаг для того, чтобы просто идентифицировать посетителей. В настоящее время некая инвенция, потому что все больше и больше информации сверкалась на карты. Ваши вопросы применения смарт-карт с встроенной банникой, они уже, дай бог, лет 15 как, и большую роль в распространении данной информации принесли мои уважаемые коллеги. То есть это были из пионеров развития смарт-карта в Российской Федерации. Но, тем не менее, нам придется момента развития до сих пор. Все технологии, с которых мы начинали, как все микробатели, близкочисторные, стоят 25 гривен перцовые, уже там близкие к ним. И вот они делись, они у них остались. Связано это во многом, как и с инвенционным стерилем. То есть, если кто уже не объявил карты на предприятии, они продолжают, продолжают развивать, да, и покупать данный формат карты. Пустые мостные характеристики также очень важны. Поэтому здесь простейшие смарт-карты в нем не будет. Имеется, в ряд, конечно, существенных недостатков, это практически без проблем, не планированных на данном карте, но в любом киевском метро на то возможно сделать. Ну, в принципе, данная ситуация, она совершенно сравнима и с обычными механическими ключами. В принципе, это бывает, что в плане существуют обычные механические ключи, ключи для обычных механических замков, что не приводит их в полном уровне, они приводят на обороте, к какому-то условленному алгоритму работы на той стороне, на стороне замков, то есть на стороне более исполнительных устройств. Ну, а в нашем случае это более методы, более, скажем так, сложные методы борьбы с саботами, применяемые непосредственно уже на стороне системы контроля доступа. Перезаписываем карты, в карте с нанесенной информацией, конечно, при всякой конкуренции они имеют карты в частничных комплексах, когда их сегменты уже верят в ногу. Так, и рано, и поздно они приходят с ростом, со снижением готовности будут меняться, но это будет очень плавно, это будет еще время жизни для обычной активности. И так, я предполагаю, что будет существовать. Многие системы, именно контроля доступа, много производителей, отечественных, зарубежных, оптимизированные, и огромное количество защитников, которые таковыми домами набирают очень привлекательную цену, делают данную технологию. Мы не подозрелимся на общих тенденций, которые сейчас есть, безусловно, постепенно, можно от нас произойдет. Согласно, что будет происходить, не выраз, постепенно. При этом, основная, конечно, из причин, не то, что этой картой можно пользоваться для какого-то личного выполненного функционала, а это вопрос именно защищенный. Мы уже, слава богу, с этой темой боюли лет 6-7 приблизительно, не сказать, что все это успешно, но практики европейские, например, если посетить выставки на последних работах. Мы готовы, что это общая тенденция, и мы их, безусловно, приемли. Что касается функционала, да, перезаписанные карты могут, конечно, дать, принести некий новый функционал, в частности, например, можно, не имея так никаких связей между контроллерами, обеспечить тот же самый глобальный контроль. и, соответственно, они будут у нас информация о том, где мы находимся в данный контрольном моменте, который снаружи какой-то переводит. Ну и, фактически, наверное, все, что нам даст карта с перезаписью. Намного интереснее, конечно, не карта с перезаписью, а технология, которая уже начала внедряться в мире, и, возможно, где-то с этого года, по мере того, как появятся механические адрес-сервисы, это технология NFC. Дело в том, что человек, скорее, забудет новую карточку, чем свой мобильный телефон. Поэтому использовать телефон как аналог карты, это, на самом деле, весьма перспективно, и не только потому, что он просто заменяет карту, а нам закрывается куча дополнительных новых возможностей. Если учесть телефон кроме эмуляции карты, причем еще карты с хорошей защитой, не аналогом, то же самое, не маленькая, 125 кг. Являясь аналогом карты, не имеющего каналы связи, которые, в общем, доступны к миру, мы получаем возможность фактически через эти каналы связи заносить информацию на наш аналог карты. Вот здесь открываются действительно очень интересные перспективы. Я думаю, поняв этот механизм, каждый сам может фантазировать и понять, почему это может привести с точки зрения организации всех бизнес-процессов. в том, что я здесь как-то немножко выгружусь. Дело в том, что надо понимать вообще, что такое, почему произошла система, так, как ироника, куда-то все началось. Началось это все с массового рентгенфорнизации, когда появились домофонные ключи, люди, естественно, захотели продешевле купить. Начался процесс копирования, который плавно как-то перескочил систему E-Fi, потому что практически по той же самой причине. На сегодняшний день в принципе происходит определенная революция, которая заключается в том, что весь этот рынок постепенно перейдет уже на продукцию MyFire, таким образом они станут защищать свои системы. И поэтому система применения массового планирования кардиумарин, она как бы начнется ходить в прошлое, с другой стороны массовый рынок поймет, что это нехорошо, и как только массовое сознание это для вас вопрос, то естественно это в первую очередь выигрыш будет той системы контроль доступа. Почему? Потому что в это же мгновение они уже производили системы контроль доступа, а в это как? то сейчас когда ты говоришь, что в море нехорошо, потому что он спланирует в море в море так да ладно, ну да, планирует ну здесь когда сознание немного изменится сейчас уже есть считыватели которые используют защищенности которые стоят недорого и с другой стороны сейчас появились новые технологии которые известны этой компанией и класса СЕ которые как раз выполняют функцию практически аналогичного того, что да все таки на мой взгляд внутренне использование мобильного телефона в качестве карточки это не очень здорово причем потому что я лично мобильный телефон забываю регулярно постоянно вспоминаю где же у меня находится если это будет моя карточка то это будет очень плохо особенно если говорить о каких-то достаточно несерьезных объектах то это не здорово с другой стороны вот когда ХИП выпустил специально свои карты которые нового формата специально защищенный режим который позволяет практически полностью эмулирует процесс мне кажется что использование подобных картах не будет самым ключевым решением которые для серьезных объектов не будут использовать которые решают проблемы защищенности идентификации а для простых объектов то есть скажем так дешевых где не надо сложных поворотов где не надо платить на блокад 5 долларов можно использовать тот самый айфайер который на сегодняшний день есть дешевые считыватели выпускаемые скажем так производители которые используют этот защищенный режим есть в принципе технологии которая отработалась уже и которую монтажник может легко использовать и применять таким образом мы уходим от проблемы скажем так копирования и переходим в новую область ну а изменение от массового сознания я на это надеюсь что это в году произойдет потому что наш домофобный рынок он уже к этому делу совсем близко подошел они наконец-то думали что то, что копировать этот ключ это не здорово и они планируют в году внедрить новую систему соответственно в этом году я честно говоря я ожидаю пока на революции на этом году это не так что я хотел бы сделать все что это нет это просто я не это все я